Скажите, пожалуйста, Запорожье, Запорожская область, что нас ждет? Надо куда-то уезжать? Нет, можно в Запорожье оставаться, пока ей ничего не угрожает. Скорее всего, не будет. Однажды вы сказали, что мы не переживали, что все у нас будет хорошо. Скажите, у нас это у кого? У нас учеников школы Кайлас или украинцев, или у всего народа? Вот у меня возник вопрос. Может, вы говорили про народ Украины? Я живу в городе Усолье, Сибирско-Иркутской области. Ведь мы все хотим только мира на земле. Неважно, украинцы или русские. Это для вас не важно, а для нас важно. Потому что у нас русские войска сейчас уничтожают и стираются лица земли, нацию нашу. А в разговорах российских, националистических, фашистских руководителей, таких как Соловьев, который говорит о том, что Русь победит, о том, что русский народ... Это кто говорит русский народ? Еврей Соловьев или Еврей Киселев говорит о русском народе. Победит. А что там в Усольце у вас может произойти? У вас в Усолье, Иркутской области, как было все, так и останется. Ничего не произойдет. Происходит сейчас здесь, в Украине. Происходит то, что называется уничтожение Украины. Помпежка и так далее. Будет ли ученикам школы хорошо? Всем ученикам школы хорошо будет. Тот, кто берет у меня прибежище. Школа, она и связана с тем, чтобы человек брал прибежище. Утром просыпается человек и говорит, Андрей Андреевич, я прошу вас, там, а дуй-ка помоги пройти, дуй-ка помоги взять, дуй-ка помоги сделать. А я для этого каждое утро читаю мандер. Будет ли хорошо? Со временем везде будет хорошо. На самом деле и для одной страны, и для другой то, что происходит, как бы ни печально это звучало, в дальнейшем приведет к справедливости. Это все будет справедливость, которой не было 70 лет.